Приветствую вас, и я вначале отвечу на вопрос, какой вы задаете, а потом предложу небольшое дополнение к нему, к ответу, которое вы, если хотите, послушаете, если нет, то, соответственно, не будете этого делать. Предупреждаю я вас для того, чтобы вы не тратили свое время на ту информацию, которая вам, может быть, даже не нужна. Специально, чтобы не было каких-то недопониманий, специально, чтобы вы получили только то, что хотели. Итак, отвечая на вопрос, что заставляет людей, почти всех людей искать себе партнера, мечтать о любви, создании семьи и так далее, можно ответить так. Все желания быть одинокими следуя своим чувствам, следуя своим идеалам, следуя инстинктам и следуя ценностям, а также образу поведения воспитанного семьей. Например, если в семье человек видит, что мама и папа очень сильно его любят и дорожят семьей, или наоборот, семья ничего для них не значит, то у такого человека 50 на 50 выработается либо реакция, что семья ничего не значит, либо, что семья – это очень много и очень важный аспект жизни. То есть, семейные ценности, духовные ценности у человека накладываются еще в детстве. В детстве как реакция на те модели поведения, в которых придерживались родители. Реакции могут быть как последовательными, так и противоречивыми. Доследовательные реакции, понятно, это такие же, а противоречивые – это более узкий смысл слова «реакционный», то есть противовер. Именно так, именно это и движет людьми. Также у людей есть определенные потребности. Например, все представители пола, мужчины и женщины нуждаются в том, чтобы чувствовать себя мужчиной и женщиной. А мужчины и женщины можно себя подчувствовать только с любым партнером, иначе никак. Если человек этого не получает, то, соответственно, он чувствует себя неудовлетворенным, не полноценным, в результате чего возникают негативные процессы в психике, а также в поведении и в деятельности этого самого человека. Еще и потребности тоже оказывают немалую важную роль на поиск людьми своих партнеров, на создание семьи и так далее. Теперь легко говорить о дополнениях. Видите ли, в чем дело? Люди могут делать все, что их душе угодно. Они могут искать семью, они могут искать себе партнеров, они могут делать все, что угодно. Вопрос к вам. А почему вас волнует то, что делают люди? Ну, делают люди, делают, ищут себе партнеров, создают семью. Вам-то что? Если вы считаете, что партнер не нужен, если вы считаете, что можно легко прожить без него, и живите без него, и продвигайте свое позицию, придерживайтесь ее, оставайтесь ей верным. Это ваше право. Никто не имеет оснований вас осуждать. Если вы считаете, что не надо о кем-то заботиться, о ком-то заботиться, не надо строить отношения и поддерживать к себе интерес, это ваше право. Это ваш выбор. Но почему вы интересуетесь тем, что движет людьми при построении отношений? Не потому ли, что вы сомневаетесь в своей позиции? Или хотите для себя увидеть, доказать, что то, к чему стремятся люди, то, что движет людьми, является чем-то иллюзорным и неправильным, а то, что считаете вы, является более верным и истинным? Если это так, то у вас есть сомнения. Сомнения относительно своего мнения. Сомнения относительно своего положения. И возникает вопрос, а чем эти сомнения продиктованы? Если вы сомневаетесь в том, правильно ли вы поступаете, так прислушайтесь к себе. Какие ваши переживания? Какие ваши чувства? Какие ваши мысли? Что они вам говорят? Хотите ли вы отношения? Хотите ли вы семей или нет? Да, может быть без семьи, без партнера проще. Но проще не значит лучше. Если человек полон, если человек находится в гармонии с собой, то если он полностью удовлетворяет самого себя в желаниях, то волей-неволей он будет готов к тому, чтобы удовлетворять желания другого. В противном случае это эгоистичное позиция. Эгоистичное позиция ведет к одиночеству. Не каждый человек готов быть одиноким. Некоторые и этих людей большинство чувствуют себя в одиночестве некомфортно. Но все это не важно. Если у вас есть четкая позиция, придерживайтесь ее, это ваше право. Почему вам так интересно, что вы движетесь другими людьми? Почему? Ваша заинтересованность вызывает сомнения относительно того, что вы считаете свою позицию истинно правильной. А сама позиция ваша, так как она звучит, и в контексте вопроса выглядит так, как будто вы пытаетесь сами себя убедить в том, что без людей, без партнеров, без семьи действительно проще. Проще, но не лучше. В одиночестве нет ничего хорошего. Только среди других людей и только с другими людьми человек может познать себя. Только добиваясь чего-то в отношениях с другими людьми, человек может сам чего-то стоить. При этом, конечно, важно не терять самого себя. Но если вам не хочется, если вы считаете, что вам это не подходит, то это ваше право. Не нужно равняться на общепринятые нормы, на общепринятые рамки и так далее, стереотипы. Если вы своим поведением никому не вредите, то вы имеете полное право поступать так, как вам того хочется. Главное, чтобы вы сами были счастливы. Подумайте, что вам нужно за счастье? Что вас сделает счастливым? И к этому стремитесь. К этому добивайтесь. А остальное, мнение людей, их мотивы, их желания, их цели. Это все не важно. Главное то, что сделает счастливым вас. И счастье, оно для каждого свое. И свобода, она точно для каждого своя. Вот вам надо понять, что представляют собой эти две категории для вас. И стремиться к этому. И тогда у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если каких-то вопросов остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.